Привет, друзья! Снова с вами я, Парвин Гейдаров, и я продолжаю тему под названием «Воровской мир. 11-й час нашего разговора». В этом часе я хочу поговорить с вами о Вячеславе Иванкове. Он же японтик. Некоторые историки пишут, что он родился в Тбилиси, в русской семье, некоторые историки пишут, что он родился в Москве. Но это точно, что он родился 2 января 1940 года в русской семье. Почему он взял для себя клецку японтик, это тоже спорно. Некоторые историки пишут, что он взял клецку японтик, потому что у него глаза были, глаза похожи на азиатов. Некоторые историки пишут, что он занимался дзюидитсу, поэтому он взял клецку японтик. Он учился в стирковой школе, но после травмы он не мог работать в стирке, поэтому он примыкнулся к криминальному древеслу. Он знакомился с Дженнадой Карковым. Дженнадий Карков был по-клецке «Манго», и он создал первую бандитскую бандитскую группировку в СССР, и они грабили подполных миллионеров. И эти подполные миллионеры не могли жаловаться на милицию, потому что они сами были преступниками. Они взяли этих миллионеров в плен и заставляли их для себя копать в могилы. Если эти миллионеры не платили им дан, они их копали в этой же могиле заживо. В 1973 году Дженнадий Каркова арестовали, и он всю вину взял на себя. Японтик так остался на свободе. Уже в конце 70-х японтик был единоличным лидером советской мафии, и он контролировал весь ценовой рынок. И он тогда познакомился с Калино Нечифровым и с ней же женился. Калина Нечифрова была единственной вором в законе, которая была женщиной. Она была еврейкой из Баку. И они, японтик с Калиной, каждый раз придумали новые планы по ограблению миллионеров. В 1982 году японтика арестовали. И он в 80-х годах был в тюрьме. Но из тюрьмы он контролировал криминальный мир в СССР. В 1991 году его освободили. И по его освобождению ходатайствовали такие известные листницы, как певец Иосиф Кобзон и известный офталмолог Федоров. И они просили от президента Ецина, чтобы он освободил японтика. Потому что только японтик мог противостоять сцинской мафии. В 1991 году его арестовали. И он после освободили. В 1991 году его освободили. Простите, его освободили. После, сразу же после освобождения, он убил одного из турков в ресторане Фидан. И потом он с непогашенной судимости эмигрировал в США. Там он контролировал русские мафии в СССР, которые почти состояли из евреев, выходцев в СССР. Буду продолжать тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова